Стритбол, он же уличный баскетбол, давно уже стал самостоятельным видом спорта, унаследовав от своего старшего брата оранжевый мяч, кольца, корзины и огромную армию поклонников. Некоторую степень упорядоченности в буйство уличных турниров внесла организация Украинской стритбольной лиги и Украинской федерации баскетбола 3х3. В 2012 году всеукраинский календарь состоит из 29 отборочных турниров, которые пройдут в 22 городах. Победители региональных соревнований получат путевки на финал Украинской стритбольной лиги, который состоится 24 августа в Киеве на Крещатике. 28 июля отборочный тур стритбольной лиги докатился и до Одессы, а местом битвы было выбрано Куликово поле. У нас сегодня 100 команд принимают в общей сложности участие. Это действительно рекорд и очень широкая география. Тут и Молдавия, и порядка 20 городов Украины сегодня представлены, плюс Кишинев и Бендеры. Кто дальше выходит с этого турнира на финал? У нас 4 категории отборочные. Это мужская категория, это игроки 19 лет и старше. Это юношеская категория, игроки 18 лет и младше. И девчонки, девушки и один на один. В мужской категории чемпион отправляется в Киев, в юношеской и женской категории чемпион и второе место отправляются на финал. И чемпион отборочного турнира один на один также поедет на финал. Федерация стритбола Украины это новая организация. Какие ее цели, какие задачи и чем она будет отличаться от просто федерации баскетбола? Совершенно верно. Украинская федерация баскетбола 3х3 это новая организация. Создана она при поддержке Национальной федерации баскетбола Украины. Создана с целью более целенаправленного, более структурного и массового продвижения уличного баскетбола, баскетбола 3х3. Яркий пример этот турнир. Команда организаторов, вот наша конкретно федерация баскетбола 3х3, мы приехали заранее, подготовили локацию проведения и результат мы видим. 100 команд впервые за много лет удалось собрать. Я считаю, что это наша небольшая заслуга. И как вам нравится на Куликовом поле? Немножко жарко, но мы в Одессе. Я надеюсь, что очень жарко, говорят участники. Прекрасное место. Я думаю, что во вторую половину дня солнце немножко отстанет от нас и будет совсем комфортно. И надеюсь, что сегодня все участники турнира попадут на море. В первый раз мы в этом сезоне вообще для Одессы играем по фибовским правилам. Эти правила более динамичные, более интересные для игроков. То есть мы уже это проверили не на одних турнирах, которые проходили, например, в Донецке, Львове и других городах. То есть Украинская стритбольная лига отныне с этого года будет играть по правилам ФИБО. И хотел бы еще поделиться. Вот для меня, как для организатора, сегодня очень важный такой момент, что сегодня был побит рекорд вообще турнира стритгейм Одесса за предыдущие три года. И он был побит не на одну-две команды, а на 30. В прошлом году мы собрали 70 команд, в этом году мы собрали 100. Это достаточно большой рекорд для города Одессы. Я надеюсь, что в следующем году мы поставим больше стоек и большее количество команд может принять в этом турнире. Кто помогал в организации? Я бы хотел сказать, что в первую очередь торговая марка Сникерс помогла нам и сделать праздник уличного баскетбола в городе Одессе. Наши партнеры электроника и бытовая техника – это Супра. Также не обошлось без помощи наших федераций. Наша Украинская федерация баскетбола 3х3, которую я представляю, я и моя команда, осуществляет сейчас свою деятельность по всей Украине при полной поддержке Федерации баскетбола Украины. Также нам помогает Одесская областная федерация баскетбола, Одесская городская федерация баскетбола и все те же общественные организации – это стиль жизни и другой формат. Рекордное количество участников порадовало организаторов, но и создало дополнительные проблемы. Несмотря на то, что игры проходили одновременно на четырех площадках, определение победителей затянулось до темноты. Единственные, кого успели наградить за светло – это участницы женского турнира 3х3. Тут команд было поменьше, и девушек решили не мучать, затягивая награждение до общей церемонии закрытия турнира. Бронза досталась одесситкам из команды «Триумф». Другая команда из Одессы «Триада» стала второй и получила путевку на финал в Киев, так же, как и победительницы – харьковчанки, которые назывались просто и искренне «стервы». В промежутке между играми «Плей-офф» среди юношей и взрослых был проведен конкурс «Слэм-данков», по веду в котором праздновал Игорь Лунев из Донецка. Ну а кульминацией одесских стритбольных игр стали решающие сражения за медали в двух возрастных категориях, которые завершались уже при «Лунном свете». Среди юношей до 18 лет победу праздновали одесские короли мяча из команды «Кинг оф Болл». У взрослых в финальной битве встретились две одесские команды – «Старая школа» или по-английски «Олдскул» и «К2К». Со счетом 13-9 победу в финале одержала команда «Олдскул», которая и завоевала золотые медали турнира. «К2К» на втором месте. Бронза у еще одной одесской команды «Дерти Гетто Кидз» или «Грязные дети Гетто». Победителем соревнований один на один стал киевлянин Владимир Лещук. Продолжение следует...